У нас хорошие новости. Исполкум РФС 15 мая объявил о возвращении российского футбола с 21 июня. В Германии состоялся первый тур после 66 дней перерыва. И самые эмоциональные сегодня обсуждения нас ждут вокруг локомотива и отставки Юрия Семина. И специально для этого мы позвали особую силу в виде Игоря Рубинера, журналиста Спортэкспресс. Всем привет! У нас уже шестой выпуск «Коронобизнеса», который мы ведем с руководителем Международной школы спортивного менеджмента Максимом Белицким. Максим, наступило время хороших новостей по-настоящему. Мы обсудили стартовавшие чемпионаты неделю назад, но теперь это касается уже и Российского футбольного союза, который все-таки объявил о выходе футболистов через месяц. 21 июня турнир должен в России возобновиться. Как ты думаешь, многое ли может измениться? Особенно с учетом того, что тут же пришла новость о найденном коронавирусе у Фарфана. Да, я думаю, что изменится очень многое, потому что если мы видим сейчас, что в Германии происходит, я так или иначе посмотрел фрагменты трех-четырех матчей и во второй Бундеслиге посмотрел тоже. И я вижу, что, конечно, и игровая форма, и физическое состояние футболистов, как и то, о чем я говорил в наших с тобой эфирах до этого, они абсолютно разнородные. Но в целом можно сказать, что она не совершенно ни у кого. И на этом фоне, как опять-таки можно посмотреть с Бундеслигой, выделяется мастерство игроков как таковое, ну и какие-то неожиданные решения, в том числе связанные с заменами. Очень большая вероятность того, что, например, тот же самый Сочи, где квалифицированных футболистов очень много, он поднимется повыше. А те команды, которые стоят повыше, но не располагают игроками с таким высоким уровнем, например, Арсенал, они могут немного опуститься. Поэтому таблица по сравнению с тем, что сейчас находится, она будет достаточно сильно меняться. Скажи, что ты думаешь про ситуацию в Локомотиве? Они избавились от Юрия Семина, что, в принципе, для меня сюрпризом не стало, думаю, ни для первого не стало, но вызвало очень большой взрыв эмоций на этот счет. Игорь сейчас, я уверен, тоже будет взрываться. Ну, конечно, при всей противоречивости фигуры Юрия Палыча есть результат у клуба. И клуб на самом деле находился в том же положении, что сейчас находится в Бундеслиге Дортмунд. То есть это клуб с реальными шансами на чемпионство. Или, по крайней мере, на место в Лиге чемпионов. И в данной ситуации, конечно, руководство РЖД, потому что без руководства РЖД такие решения не принимаются, было в курсе. Но это публичное самоубийство, это коммерческое самоубийство, потому что болельщики крайне негативно настроены против руководства Локомотива, особенно в период, когда сменилось оно. И Илья Геркус ушел, закончил президентство, его команда практически разбежалась. Продолжается вот этот вот уход в застойные времена. И это, наверное, последний в России такой пример явного контроля государственной структуры над клубом без обращения внимания на болельщиков. Уже и среди сильных клубов таких не осталось. И Зенит себя культурно ведет, и ЦСКА, и тем более Спартак. Надеюсь, что эти времена как-то скоро пройдут, потому что Локомотив – это один из символов нашего футбола. И это в конечном итоге очень будет бить по имиджу нашей футбольной страны в Еврокубках, потому что тренер не такой опытный приходит, не в то время. Тут есть риск вообще того, что Локомотив сходу проиграет несколько матчей или наберет намного меньше очков, чем мог бы при Семине, потому что ничего не налажено, все будет с нуля. И явно я вижу, что просто пригласили удобного тренера, от которого можно ждать чего угодно. Мне очень напоминает эту ситуацию, когда Муслин, который очень хорошо шел в том сезоне, был поменен на Долматова, и в итоге там в последней игре Спартак вырвался с этим счетом 1-1, когда Титов забил головой и вырвался в Лигу чемпионов. И история, конечно, Червиченко-Романцева. Другое дело, что таких примеров хватает и в Европе. Нельзя сказать о том, что это чисто российская история, потому что у нас клубы государственные. Да не в этом дело абсолютно. Дело в извечной проблеме. Кто сильнее? Тренер, который насобирал трофеев, обладает огромным влиянием на болельщиков? Или какое-то руководство клуба? Кого не знаю. И в Германии в той же таких случаях было довольно-таки много. Поэтому, увы, тренер и его карьера, его звание в футбольном мире не особенно что-то значит. Сейчас мы пригласим третьего гостя и еще узнаем прогнозы на выступление московского локомотива, главного нюйсмейкера этого вынужденного перерыва. Нам с Максимом сегодня присоединился великий Игорь Рябинер, обозреватель Спортэкспресса и вообще всея Руси, я бы сказал, если не всего мира. Игорь, мы сразу на тебя нападем с вопросами, потому что очень много чего случилось. Во-первых, возобновляется чемпионат России уже, с этим все понятно. Во-вторых, вчера сразу же пришла информация о том, что у Фарфана не все хорошо с тестами на коронавирус. И как, в общем-то, в этом мире ты сейчас ориентируешься? Что ты считаешь, что произойдет в ближайшие месяцы? Потому что есть мнение, что чемпионат до Игоря все равно не будет, что он прервется и все будет плохо. Мир всегда делился на оптимистов и пессимистов, и реалистов. Я думаю, что, в общем-то, понятно, что, конечно, как были коронаскептики, так есть сейчас и премьера лига скептики тоже. Что не нужно... Леонид Викторович Слуцкий, в частности, который говорил, что не нужно возобновлять ничего, потому что это и осложнит ситуацию со следующим сезоном. Но это практически, наверное, единственный такой внятный и, так сказать, не боящийся озвучить свою позицию чемпионата России скептик. Я к такой категории не отношусь. Все-таки, ну, сильно, может, совсем... Я никогда не думал, что я буду готов обнять, правда, виртуально, весь состав ФК Тамбов и даже ФК Ахмат, чемпионат, за исключением его главного тренера. Вот настолько все-таки хочется уже, чтобы все-таки это вернулось, началось. Понятно, что, ну, кривоногий у нас чемпионат, что он у нас, я не знаю, бессовестный во многих составляющих, как, например, с отставкой Юрия Павловича. Понятно, что этот чемпионат у нас иногда бывает даже преступный, а кое угодно. Я вот написал об этом, но, блин, он наш. Никуда от этого не деться, и поэтому очень хочется, чтобы он, возможно, быстрее вернулся, и каким бы он ни был, особенно в первых турах, не просто кривоногим, а, как это в нашей Раше было, жопоногим, тем не менее, все равно он наш, мы за него, я за него, не хочу за всех говорить. И, блин, все-таки, уже, знаешь, музыка в названии, например, матчей первого тура после всего этого безумия, Краснодар-Динамо, ну, прямо симфония. Сочи-Ростов, это же звучит прямо как Бетховен, е-мое. Значит, я уже не говорю там Арсенал-Спартак, и уж тем более ЦСКА, Сенит, ну, послушай, какая лихая музыка атаки, как это все звучит, потрясающе. Слушай, ну, да, будем надеяться, что все-таки возобновится через месяц, иначе ты Игоря Шалимова захочешь обнять уже, думаю, до этого дойдет тоже. Нет, нет, да, слушай, если дело дойдет даже до того, что я захочу обнять Кикнадзе с Мещерякова, тогда все, в клинику сразу, так сказать, в... Я записываю, я записываю. Если вернусь, я не вернусь, а через 10 дней, воткните мне в грудь кол, потому что я был так поклятый и пришел сосать вашу кровь. И теперь вот Эккнадзе с Мещеряковым. Ситуация такая, прямо вот во время вот этих всех радостных новостях об открытии сезона, все плохое идет только, вся информация плохая идет только из Локомотива. Не выдерживают нервы даже, я бы так это назвал, Уилье Геркусову, он стал ироничен в Твиттере, и когда объявили о том, что руководство Локомотива довольны работой Эккнадзе, он позволил себе достаточно едкий комментарий на этот счет. Смотри, сразу две вещи. Во-первых, заболевший фарфан, во-вторых, отставка Семина. Все это происходит одновременно. Локомотив – главный ньюсмейкер. Это единственный клуб, который сейчас производит какие-то новости, пусть даже с приставкой минус. Как бы ты эти две новости прокомментировал? Не хотелось бы их объединять для начала, потому что, может быть, весь этот негатив, который транслируется от руководства Локомотива, даже заставил фарфана заболеть. Ладно, я уже что-то сжечь совсем начал. Не надо так. На самом деле, я думаю, сейчас Локомотив впадает в очередную смутную эру. Начинается примерно то же самое, что было во времена бабушки, как ее называют в узких кругах Ольги Юрьевны. И я так сказал, что, ну, мне кажется, что ничего хорошего у Локомотива еще долго не будет, потому что, ну, мы знаем, так сказать, проклятие Беллы Гутмана, мы знаем проклятие жены Сан Саныча Сивидова, Динамо, которая с тех пор так ни разу чемпионом не становилась, как это все было наложено. Ну, мы знаем, что после того, как Червиченко с оттягом дал, так сказать, пенделя великому Олегу Ивановичу Романцеву при всех его, так сказать, своеобычностях, но, тем не менее, с таким грандиозным тренером нельзя прощаться в том духе, как это сделал наш ростовский друг. И после этого Спартак 14 лет был без самого завалящего трофея, за исключением великого и ужасного копа Дель Соль. И мне кажется, сейчас будет нечто подобное, потому что, ну, футбол не прощает такой мерзости, какую позволил себе Локомотив по отношению к Юрию Семену. Хорошо, ну, с одной стороны, да, с другой стороны, ну, Анатолий Мещеряков, он ведь, слава богу, кстати, он не стал списывать все на спортивные результаты, что действительно было бы как-то бы уже совсем неотребованное объяснение. Он четко сказал, что мы убираем Юрия Павловича, есть там внутренние вопросы, которые я не хочу выносить на обсуждение, мы все прекрасно знали, что к этому идет. Почему это сейчас вызвало такой ресонанс? Я бы, Максим, попросил бы тебя тоже подключиться к этой теме. Почему сейчас секрет Полишинели вызывает такие дикие обсуждения? Было понятно, что Семена уходят уже очень давно. Да нет, ну, это все ясно, что люди преследуют свои интересы, и я тут с Игорем согласен, потому что так нельзя делать с точки зрения даже публичности, это просто самоубийство, потому что сейчас, как сказать, да, будут падать коммерческие доходы, но РЖД не особенно рассматривает Локомотив как коммерческий проект, поэтому там кто в лес, кто под дрова. Была прекрасная команда, которая работала при Илье Леонидовиче, и там при всех минусах, которые были, там, по крайней мере, пресс-служба нормально работала, и праздник на матчах был. Сейчас большинство людей, которые работали в службе маркетинга, они ушли, причем разбрылись абсолютно по разным клубам. Сейчас даже не смородская история, мне кажется, эта история началась еще при Липатове-Наумове. Вот, 100%. Смородская – это был пик. При Смородской – это был пик вообще полного идиотизма и абсолютной нехочухи. Вот. Что касается Семина, то такого человека выпроваживать в таком ключе просто недопустимо. Это не относится к тому, Россия, это Германия или Франция, такого не может быть. Вот. Это демонстрация полная не то, что невежества в отношении, там, легендарного тренера, который выигрывал, который сделал Локомотив в имя 30 лет, извините, в 86-й год или 88-й, когда Локомотив играл, выходил, и Черчесов там был на воротах, это вот уже, по-моему, оттуда началось. Поэтому не то, чтобы там футбол не прощает, а они сами своими руками себе могилу просто роют. Вот и все. Да, в 86-м Семин принял Локомотив, в 87-м вывел его в высшую лигу, и в 88-м Черчесов блестящий сезон провел, команда там то ли седьмое, не помню, седьмое, по-моему, кажется, место заняла, после чего Черчесов триумфально вернулся в «Спартак» на позицию первого вратаря, и недавно мы помним, что Станислав Саламович поздравил Юрия Павловича с днем рождения, вспомнив именно тот сезон, который стал для него первым, как для основного вратаря команды. Но так, в принципе, я хотел сказать о другом. Даже при всем безумии с Мородской, она убрала Семина после пятого места. То есть, ну, по крайней мере, там был, вот когда он вернулся, второй вот заход был, после киевского «Динамо», четвертое-пятое место, вылет в Кубке в 1.16 от Хабаровска. Ну, то есть, по крайней мере, формально зацепиться за отсутствие каких-то сверхвысоких результатов, враг Семина мог, скажем так. Сейчас цепляться, ну, просто не за что. Команда идет на втором месте в зоне прямого попадания в Лигу чемпионов, причем третий сезон подряд. Выиграла четыре трофея за три года. Ну, елки-палки. Не дать довести в такой ситуации тренеру сезон до конца, при рекомендации FIFA автоматически продлить контракты до конца сезона. С игроками это делается, с тренером это не делается. Это, ну, запредельно совершенно. Это публичное самоубийство. Семин не святой. Мы не говорим о том, что он такой весь хороший, белый и пушистый. У него хватает своих траблов и минусов, но это удар по сообществу болельщиков. А вот в эти сезоны, с тех пор, как Ольга Юрьевна уступила место Илье Леонидовичу, армия болельщиков росла и команда показывала результат. А тут получается, что мы откатываемся на левел зеро. Вы знаете, что мне напоминает эта ситуация, как человеку, именно пережившему тот момент, когда я своими глазами видел нечто похожее, когда после 96-го года сезона Виталий Мутко, президент «Зенита», принял решение попрощаться с полковым знаменем клуба, с Павлом Садыриным. И абсолютно те же самые надписи на заборах, пикеты, одиночные, коллективные, какие угодно. Нехорошие слова в адресе Виталия Леонидовича. Признаюсь, мне тогда было 17 лет. Я тоже до конца не понимал, зачем это сделано, потому что Садырин очень многое сделал для «Зенита». И ты, Игорь, тоже об этом писал в своей книге про «Зенит». История повторяется. История повторяется. История повторяется. Но смотрите, что было дальше. Мутко привел Бышевца. Команда очень долго страдала в игровом плане. Они, наверное, там несколько месяцев команда еле-еле выцарапывала очки, мало забивала. Играла в тяжелый футбол, когда Бутко вбегал в тренерскую и спрашивал, почему мы играем в шесть защитников. Пресса об этом пишет. Анатолий Федорович потрясающе его успокаивал. Но после этого очень многие со временем, со временем оценили этот шаг Виталия Утко. И, в принципе, есть некие вещи, за которые действительно тот уход был понятным, можно сочесть, понятным и обоснованным. Почему мы не оставляем шансы локомотиву? Тем не менее, не забудем еще о такой вещи, что все-таки Бышевец, это при всем том, что о Бышевце многие думают, как угодно. Тем не менее, Бышевец, это тренер, это олимпийский чемпион. Бышевец, это человек, в общем-то, легенда нашего футбола. Там форвард блистательный. Все равно у него много, за его спиной много позитива было там. Кто-то там вспоминал, конечно, негативные вещи, там участие где-то в письме 14-й, согласие возглавить сборную в тот момент, опять же, вопреки. То есть, опять же, эта война Бышевица-Дырин, она перенеслась из сборной сюда, можно так сказать. Тем не менее, у Бышевца все равно было много и имя, и авторитет, и много плюсов. Сейчас берут непонятно кого. Я не против Николича лично. Может быть, он хороший парень, может, он интересный тренер, и так далее, и тому подобное. Но делать такие вещи, убирать именно вот такую ситуацию, убирая Семина, взять на его место не Мауриниоса с Палетти, а Николича, которого никто не знает за пределами Сербии, Венгрии и Словении, откуда его уволили с российским скандалом. Ну, это, по крайней мере, надо объяснить так, чтобы у этого был хотя бы какой-то элемент достоверности. Ну, возможно, не везут с Палетти, потому что Николича проще ввести в данный момент в времени, но это уже совсем другая история. А мне кажется, что Николич просто, ну, не знаю, из всего того, что я слышал и знаю о ситуации в Локомотиве, Николич, это, знаете, я писал об этом тоже, что, значит, когда-то Андрея Громыка, министра иностранных дел Советского Союза, называли мистер «нет» на Западе, а тренера Николича везут как мистера «да», который будет... Слушай, на самом деле, подытожить, да, это можно тем, что просто берут человека, там на его месте мог быть любой. Хеннинг Берг тот же самый, который в Венгерской лиге тоже Гонвид тренировал, или кого, Ведиатон. Удобный человек, удобный тренер, вот и все. Выстраивается некая система. Хеннингу Бергу сели на голову очень сильно в лиге в 2015 году, его меняли и звали туда Черчесова. Да, я читал. Он формизмом немножко как-то подустранил. Просто это вопрос. Человек, которого легко ввести, легко потом будет вывести. Я почти уверен, что у него в контракте какие-то самые минимальные в плане отступных вещи, если они вообще есть, если его просто нельзя пинком под зад выгнать, заплатить ему зарплату за месяц вперед и все. Потому что такие деньги, какие будет получать Николич, один и два. Я думаю, что ни в одном клубе никогда он не имел и иметь не будет. То есть он и он за эти деньги, за эту зарплату будет готов согласиться на все, что угодно. И у меня полное впечатление, что никаких других причин. То есть можно было просто пальцем тыкнуть куда угодно, взять кого угодно. Просто, что называется, это рандомный совершенно вариант. Ну, хорошо. Давайте из этих ужасов выпутываться. Игорь, я видел, что ты кайфанул от первого матча Бундеслиги, который ты посмотрел. Это был ревьер-дерби. Ты восторгался в Фейсбуке. Я кайфанул. Я кайфанул от одной команды. Это тоже. Всегда хочется видеть. Все-таки противостояние более или менее равное. Здесь мы, по крайней мере, не увидели две беспомощные команды. Здесь мы увидели одну шикарную команду и одну беспомощную. Но вопрос в том, что это не из-за коронавируса. Шальке был таким же беспомощным и до ухода на перерыв. Там были 0-5 от Лейпцига и вылеты с Кубка и еще что-то такое было. То есть, в принципе, это история... 0-3 от Кельна. Да, 0-3 от Кельна. Не связанная с пандемией. Если команда была никакая, она никакой и осталась. Если команда умела играть в футбол, она и продавала. То есть, на самом деле, ну, просто вот каждый из четырех голов в Баруси и посмотреть, как это расчерчивали. Первый гол, это пяточка... Бранта. Пяточка Бранта, да. Прострел идеальный совершенно. Азара, замыкание, причем как вывернул стопу Холланд, елки зеленые. Это же потрясающе совершенно смотрелось. Ну и все остальные голы тоже. Как люди видели, как люди разыгрывали. У них на затылке глаза были. Это супер смотрелось. Да, конечно, я не верил в то пространство, которое в течение, кстати, всего матча, даже при 0-0, было у Баруси, потому что в Бундеслине, наверное, такого не бывает. Ну, совершенно спокойно развивали атаки. Хотя первые минуты у Шальки был очень приличный прейсинг, но это продолжалось минут пять, не больше, наверное. А потом вдруг, ну, поле огромное для, так сказать, любых атак было у Баруси. Но тем не менее, как они эти голы организовали. Значит, что люди умеют играть в футбол, и они этого умения, несмотря на два месяца без футбола, не растеряли. И это месседж, в том числе, и топ-клубов в российской премьер-лиге. Никакого вам не будет всепрощения коронавирусного за то, что вы будете безобразно играть, если вы будете безобразно играть в первых турах. Если умеете играть, выходите и играйте. И в том числе, ну, кстати говоря, возвращаясь к товарищу Николичу, как можно новому тренеру, который не знает команду, которого команда, в свою очередь, тоже не знает, за три недели подготовки после двух месяцев вообще без футбола, когда команда разобрана вообще, все команды разобраны, натренировать, познакомиться, понять возможности, что-либо наиграть, это невозможно в принципе совершенно. Да, это вообще даже обсуждать нечего. Это все и так ясно. Мещеряков же поставил Николичу задачу попасть в пятерку. Не попасть в пятерку невозможно, там 11 очков отрыва от шестого места, от Динамо. То есть нужно набрать на, условно, так сказать, на 10, если вы набираете на 10 очков меньше, чем Динамо, за 8 туров, то вы все равно это Динамо опережаете. Ну, цинизм какой-то предельный совершенно. Уволили Муслина, поставили Долматова. Вот такая же история будет. Игорь, ты же сейчас пойдешь что-нибудь писать, наверняка, книгу ты пишешь какую-то, расскажи. Я ее уже закончил, сдал. Книга будет называться «Герои не нашего времени», и она будет посвящена четырем людям, двум людям хоккейным, двум людям футбольным, величайшим, Валерию Харламову, Анатолию Тарасову, Льву Яшину и Константину Бескову. В течение моей карьеры журналисткой мне довелось в разные годы общаться с женщинами, очень близкими каждому из них, с женами Бескова и Яшина, с дочкой Тарасова, с Татьяной Анатольевной, с которой у меня как раз сегодня в «Спортэкспрессе» интервью вышло, и с сестрой Валерия Харламова. И это у меня стало как-то такой вот первоосновой для этой идеи, этой книги. Показать судьбы во всем трагизме, во всем драматизме этих великих людей через мое общение с громадным количеством людей, которые были к ним близки, с ними играли, которых они тренировали и так далее. Я давал на такое, так сказать, издательство дало мне рецензию эту книгу и Евгению Ловчеву, и Татьяне Тарасовой, Юрию Семину, еще многим людям, так сказать, Акселю Вартаняну, в общем, несколько будет там рецензий, вступительную часть написал Валерий Александрович Баринов, который видел всех этих великих спортсменов и с некоторыми общался. И, в общем-то, они все сказали, что книга удалась с точки зрения именно того, что это не сказка какая-то отполированная о великих гениях, а и действительно реальная человеческая история. Через месяц разрешили бы играть в футбол и расстал бы вопрос о том, пускать на трибуны журналистов хоть в каком-то количестве или нет. Сколько дней назад мне удалось пообщаться в группе других журналистов с Александром Дюковым, естественно, в онлайн-формате, и он как бы на этот вопрос достаточно с оптимизмом ответил, что мы его рассмотрим, он не сказал сразу нет, ничего не будет, никого лишних мы не будем пускать. Вот ты бы пошел, тебе хотелось бы в этой обстановке сейчас идти на футбол? Да пошел бы, если, условно говоря, там уже в смешанной зоне или на пресс-конференции все там в масках, ну понятно, что это та ситуация, когда без маски может сидеть только тренер, который один там сидит за подиумом, все, кто в зале, все, кто на небольшом расстоянии друг от друга, почему нет, собственно говоря. Ну какая-то жизнь должна же происходить, не все должно быть виртуально, через экран и так далее. Мне кажется, что это нормально, то есть при соблюдении каких-то санитарно-гигиенических норм это нормально совершенно. Максим, Игорь нас покинул, и он сказал, что на футбол бы пошел. Ты со мной вместе был два года назад, мы встретились на Марсфор, оно проходило мероприятие, это на открытии арене, я помню, как мы выходили на трибуну из конференц-зала, и твой коллега из Лагардер, в котором ты работал, он посмеялся над тем, что ложа прессы на Спартаке сделана на нижнем ярусе, на самых, как он сказал, продаваемых местах. Все стадионы оборудованы по-разному, в условиях коронавируса это будет учитываться при допуске всяких лишних лиц, ну, посторонних лиц, назовем их, не участников, не прямых участников соревнований, если такое решение будет принято, в частности, маленькая медиазона, например. На Газпром-арене в Санкт-Петербурге она огромная. Какие меры должны принять руководители РФС по допуску, скажем, той же прессы, да, и прочих людей, и должны ли вообще они попадать на матчи, если даже ограничения будут сняты какие-то? Я считаю, что да. Опять же, мы смотрим сейчас Германию, там 10 журналистов допущены на каждый матч, и на огромном стадионе их рассадить будет не очень сложно. Другое дело, это, конечно, интервью всевозможные и микс-зона. Я не думаю, что будут давать возможность пересекаться, возможно, примут решение делать как-то это онлайн. Может быть, даже пресс-конференцию будут делать онлайн. И для этого тоже есть условия на футбольных стадионах. Там очень много помещений, которые не будут востребованы из-за того, что не будет зрителей. Но я считаю, и я тут согласен с Игорем, что нужно пускать журналистов, потому что писать и делать какие-то видео интересные даже на телефон, это все очень оживит игру. Сейчас многие, я думаю, что даже большинство очень скептически относятся к играм без зрителей. И это хоть немного как-то скрасит впечатление. Хотя мое личное мнение, я плевать хотел на то, что нет зрителей. Я считаю, что футболисты вообще должны молчать по этому поводу. Они играют, получают зарплату, есть зрители на телеэкране. И тот, кто говорит, что это похоже на предсезонный матч, пусть тогда не смотрит. Я, например, люблю предсезонные матчи смотреть. Я помню, как в 2003 году я стоял за скамейкой Алана Перена и смотрел, как Олимпик Марсель играл товарищеский матч с серветом в Женево, а за Олимпик играл и Сычев, и Драгба. И я стоял за скамейкой, выглядывал, и мне все равно было интересно, как они бегают. Поэтому это необходимость сейчас. Говорить про то, что зрителей нет и игра не смотрится, нельзя. Надо наслаждаться тем, что есть. Это огромный аванс для всех нас, огромный подарок, то, что мы можем смотреть хоть что-то. Ты вначале сказал о том, что форма все-таки очень разная у тех команд, которые сейчас уже начали своих чемпионатов выступать. Но у меня очень двоякое ощущение от того, что я увидел в Германии, если честно. С одной стороны, я рад, что они играют и нужно играть, и нужно набирать форму через игры. Но с другой стороны, врачи, которые предупреждали о том, что будут мышечные проблемы, защитник шальки ушел в перерыве из мышечной травмы, явно. О том, что две недели это просто ничто после такого простоя для игроков, в принципе, это тоже оправдано. Потому что, ну, ты же сам видел, что Герта выигрывает у Хоффенхайма, который совершенно не готов на данный момент играть в тот футбол, в который он привык. У каждого тренера есть какое-то видение. Под это видение сейчас просто команда элементарно некоторые не готовы физически выигрывать. те, кто проще. Фрайбург дает бой Лякзигу, который тоже сейчас совершенно не выглядит командой, которая ушла на вынужденный перерыв два месяца назад. Какие у тебя соображения, когда мы будем все-таки видеть футбол, более похожий на то, что было? Я думаю, на это нужно пару-тройка недель, наверное, три-четыре игры. И как раз-таки к самому концу, когда все основное начнется, там борьба будет наверху, и внизу, там как раз-таки все более-менее постройнеет, потому что европейские команды, европейские тренеры из-за того, что у них зимой паузы очень короткие, и иногда бывает, что их и нет, они привыкли готовить команды очень быстро. Сейчас они почувствуют немного вот этот вот ритм, и через три-четыре игры как раз-таки, то, что происходит на сборах обычно на зимних месяц у них есть в той же Бундеслиге, они ровно месяц не играют, они заканчивают там 20-21 декабря, и 20-21 января начинают. Отдых у них минимально короткий, и они довольно-таки быстро начинают обретать форму. вот, ты знаешь, что я увидел из того, что ты упомянул, я с тобой соглашусь, потому что и Хофенхайм, и Герта, и Аугсбург, это команды примерно одного и того же уровня, и Шальке. Мы просто увидели одну команду, которая намного выше уровнем. Что касается Гладбаха, то я думаю, что ход игры предопределили эти два быстрых гола. Франкфурт не такой безнадежный, и эта команда чуть-чуть повыше уровнем, особенно Гладбах. Но тем не менее, да, показал себя Фавор, показал себя Дортмунд, потому что, смотри, пятерых игроков средней линии нет. Средней линии определяющих, тем более Вицель и Санчо, это люди, которые назабивали, наверное, и надавали голов 20 в этом сезоне. При этом он правильно использует свои ресурсы, которые у него есть, и он оправдывает статус, потому что он оставших игроков, которые тоже высочайшего уровня, он их ставит именно таким образом, что Шарки уже в первом тайме может паковать чемоданы. Ну, видишь, зато нет лицели, зато вышел любимый Люсьена Фавро Модаут и прекрасно сыграл вообще в этом матче, не задерживал сразу, все отрабатывал, как только при первой же потере, так что все срасталось. Пусть страшная была там по центру в первом тайме удар у него из-за пределов. Знаешь, о чем я хотел поговорить? Я внимательно наблюдал за футболистами не только во время игры, но и в тех фазах, когда заканчивались первые таймы, начинались вторые, заканчивались вторые таймы и игроки покидали поле. Очень было интересно смотреть, как соблюдаются все пункты регламента, которые немцы так усиленно разрабатывали, как оказалось, не только для себя, но и для РФС. Очень была забавная сцена, когда тренер Силинбергович из Яна Регенсбург во второй бюндекс-лиге, когда он, ну явно не понимая, что с этим ощущением маски на лице делать, он в гордом одиночестве шагал, надев маску, когда к нему подошел ассистент, он радостно как забрал ее вот так вот снял, что-то ему пролаял там бодрое, и явно там обдав его всеми вирусами, какие там только можно себе представить, после чего надел маску и пошел опять один куда-то. Одна нестыковка. Потом камера тщательно соскакивала с планов, когда люди явно тянули руку ладонь к судье, то есть это на уровне рефлексов работало. Понятно, что во время празднования они еще отработали вот эти все локти. В общем, очень долго это внедряется, очень тяжело и несмотря на то, что публично наказывают Хайка Херлиха, который вышел за зубной пастой с карантина и он не присутствовал у тренера Аугсбурга на игре своей команды и до этого Калу наказали немножко в другой за то, что он придал о глазке и то, что раздевал. Как думаешь, вот это привыкание футболистов нервирует и руководителей клубов, с которых требует эта строгая немецкая общественность? Слушай, я думаю, что это не то, что нервирует, а просто все живые люди и люди же ведь ответственные. Правильно сказал в свое время Карпин Валерий Георгиевич, люди, которые получают миллионы, они не должны мотивироваться на победу, это само собой разумеется, это часть жизни, часть карьеры футболиста профессиональной. Если ты что-то сделаешь не так, ты рискуешь а, заразиться, б, получить абструкцию от партнеров по команде и в, еще получить публичную порку, потому что это все выхватывает, и, кстати, вчера во время игры Дортмунда и Шальки камера показывала моменты сомнительные, когда дотрагивались игроки друг от друга, когда снимали маски на талибуне запасные и так далее, то есть это все оплошности, пока ничего из ряда вон выходящего незаметно, но за такие оплошности тоже карать сильно никого не нужно, может быть, это часть игры и Бундеслига, которая снимает эти матчи, да, продакшн, она делает из этого какой-то праздник, потому что звук-то, извини меня, тихий, то есть, либо вообще ничего не слышно, либо слышны крики игроков и там подсказки, больше ничего, но это интересно на самом деле. Это не просто интересно, я тебя спросил об этом в связи с тем, что мы сейчас все смотрим на Германию, а через месяц все вот эти упражнения надо будет повторять в России, и нужно будет, чтобы футболисты Зенита не трогали футболистов Спартака, чтобы маски там никто не снимал, потому что здесь точно так же, как ты говоришь, журналисты, если получат возможность снимать что-то на телефон, их хайп будут делать абсолютно из всего, ты знаешь, какой вес он сейчас имеет в инфропространстве, стоит ли все-таки, вот ты считаешь, что не стоит жестко обращать на это внимание, но вот как баланс так где между регламентом и здравом смысле? Ну а как баланс? Будут написаны правила, опять-таки, есть откровенные нарушения этих правил, есть то, что может быть признано сомнительным, опять же, нам помогут те же любители хайпа, любители снимать хайп, потому что какие-то вещи всплывут не с той стороны, из-за ворот, или там, не знаю, с противоположной трибуны, то, что камеры Матч ТВ не снимут, вот, но наши футболисты, мне кажется, они ничем не должны отличаться от тех же немецких, тем более, что игроков Бундеслиги, скажем так, потому что есть клубы, в которых немцев пара человек выходит на поле. Ну, слушай, жульничают везде, вот, например, отвечился австрийский Ласк из Линца, они, ну, австрийцы наши милые друзья, не, не Бундеслига, они вышли на тренировки в полных группах, тихаря, кто-то развесил камеры по периметру стадиона, какие-то враги пробрались, все это утекло в инфопространство, и все сказали, что Лан и Ласк нарушил правила, что они, в отличие от остальных, тренируются все вместе, Ласк попытался на всех наехать на остальные клубы, сказав, а что вы за нами шпионите, мы сейчас на вас в суд подадим за шпионаж, но в итоге все-таки Ласк все-таки вроде как прижали спиной к забору, но факт сам состоялся, все-таки австрийцы, они тоже, оказывается, любят жульничать, и так может быть и в России, слушай, ведь не зря же сейчас подняли тему острую, например, про все равны, но кто-то равнее, сейчас вот Леонид Слуцкий же сказал про возвращение легионеров, что у кого-то это будет проще процесс происходить, у кого-то будет сложнее, но Зенит уже вообще сказал, так у нас вообще никто не уезжал, вы там возвращайте своих там чартерами, автобусами, троллейбусами, наши сети не ругаются, вот в этих нюансах сейчас какие игры пойдут под коверные? Очень много у нас пойдет игр, и у нас, к сожалению, не все равны, и у нас, к сожалению, мнения абсолютно двоякие, и стандарты тоже двоякие, но не будем называть имен, есть так называемая прослойка богатых клубов, вот, есть клубы, чьи бывшие руководители теперь руководят Российским Футбольным Союзом, поэтому тут меня очень позабавила новость о том, что «Зенит» уже тренируется, а остальные нет. Ну, а что «Зенит» как виноват в том, что он своих легионеров не отпускал, а остальные отпустили? Нет, конечно, не виноват, просто это в течение обстоятельств, но на это же все равно все будут указывать. Ну, пусть указывают. Значит, что-то знали. В конце концов, «Бавария» Мюнхена, вот интересно, про то, как они тренируются, тоже практически никакой информации не было, якобы по группам, будем всем верить. Камеры на «Зенит» никто еще не развесил. У тебя были какие-то новости по тому, дали в Швейцарии денег в итоге пострадавшим клубам или нет? Расскажи, что происходит там, как опыт Германии перенимают? Да, смотри, в среду вышла новость 13 мая о том, что Федеральный Совет одобрил выделение 350 миллионов франков на лиге футбольную хоккейную, но это никак не связано с возобновлением чемпионата. Хоккейный чемпионат он закончен. Что касается Швейцарской футбольной лиги, только 29 мая примут решение, и если его примут, то, скорее всего, начало будет примерно тогда же, как у Российской премьер-лиги. Особенных дебатов, кстати говоря, сейчас уже нету, все высказали свое мнение. Я сегодня специально посмотрел франкоязычную прессу, которую я когда-то очень активно читал, и сейчас возобновил ее чтение, и я не вижу больше остроты, все высказались, все ждут 29-го. Хорошо, мы тогда будем ждать еще, видимо, месяц возобновления чемпионата, чтобы у нас появилась острота, я уверен, что ее будет очень много. Мы очень много сегодня по ходу выпуска ответили на вопросы наших зрителей, которые задавались в предыдущем выпуске и до предыдущего даже выпуска, но там один остался висеть из тех, которые остались нами не затронуты, это про чемпионат Украины нас спросили, что он возобновляется вообще 30-го мая, если я не ошибаюсь. Нас спросили, когда он возобновится, ну, в принципе, там без нас есть кому ответить на этот торт, но вот они раньше России на месяц стартуют. Ты слышал что-нибудь от каких-то коллег? Почему? Нет, мы не обсуждали ничего, кроме того, что последнее время, последние сезоны очень сильно помельчал чемпионат Украины, и сейчас Динамо Киев находится в не очень хорошей перспективе, что будет с клубом финансово, поэтому я как-то даже не так стильно стал следить про чемпионат Украины, когда там был очень сильным, и клубы, которые в нем играли, могли давать бой, кроме Шахтера и Динамо Киев, могли давать бой и российским клубам, и в Еврокубках очень хорошо играли. Сейчас, честно говоря, как-то на второй план отошел. С нами был Максим Билицкий, руководитель Международной школы спортивного менеджмента. Удачи твоей школе, я думаю, что сейчас поводов для того, чтобы в нее обращались будет все больше и больше, слава богу, лед вроде тронулся. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, дизлайки, оставляйте комментарии, задавайте вопросы. На все стараемся отвечать после каждого выпуска.